Большая пресс-конференция Владимира Путина, тема программы главной новости в студии Ляйсана Абдулина. Здравствуйте! Новости Ляйсана Абдулина. Здравствуйте! День добрый! Спасибо за приглашение! Итак, напомню, 15-я пресс-конференция Владимира Путина, президента Российской Федерации, нынче продлилась 4 часа 19 минут. Было задано более 70 вопросов. Они касались традиционно разных сфер. И, собственно, о некоторых из них мы сегодня поговорим с нашим гостем. Марат Рашидович, а что бы Вы отметили в ходе вчерашней пресс-конференции? Большое спасибо еще раз за приглашение. На самом деле это очень важное мероприятие, потому что от позиции первого лица очень сильно зависят акценты нашей экономической политики. Поэтому мы очень внимательно смотрим и, более того, анализируем результаты. И поэтому, исходя из этого, пытаемся уже понять, скажем, и экономическую, и политическую перспективу. И вот, что очень приятно, если раньше все-таки доминировала какая-то внешнеполитическая такая макро, значит, эта повестка дня, то сейчас все больше и больше акцентов начали, ну, скажем, проявляться все, что связано с качеством жизни. То есть очень важно, вот, скажем, видимо, то есть вот все больше и больше сигналы с мест, они начинают играть большую роль при корректировке большой федеральной политики. И вот ряд моментов и самое главное отношение, мне кажется, это большой сигнал и для губернаторов, для руководителей субъектов, для того, чтобы каким-то образом, ну, скажем, перегруппировать и переформатировать свою политику. Одна из актуальных тем, о которых говорилось вчера в ходе пресс-конференции, это мусорная проблема. И вот по словам главы государства, за год в России генерируется 70 миллионов тонн бытовых отходов, и сейчас отрасль переработки создается с нуля. По мнению президента, сегодня не хватает прямого общения с гражданами. Давайте послушаем, что он говорил. Кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасли с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятие, как они будут работать, каков ущерб, и будет ли ущерб для окружающей среды, и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями. Ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, там перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за мавитон, не воняют, людям жизнь не портят, понимаете, и экологию не разрушают. Вот если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, тогда никаких проблем не должно возникнуть, не будет возникать. Только нужно делать всё, как вы говорили. А для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Единого фронта нашего, общероссийского Единого фронта. И вот прошу их ещё раз уделить этому особое внимание. Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы её решим. Итак, под Казани тоже строительство завода соответствующего. Ваше мнение хотелось бы услышать на экономику региона, как это повлияет. Спасибо. Это очень важный момент. Я в целом хочу сказать, что вопросы экологии, как вы видите даже по повестке заседания ООН и новому активисту Грета Тонберг, они вообще сейчас на острее. И вот какой наш ноябрь, декабрь, и видно, что экология и погода очень сильно связаны. Поэтому это напрямую зависит, влияет на каждого. По поручению Министерства экономики и нашего президента мы регулярно, ежегодно мониторим основные параметры качества жизни. Их 12, начиная от экологии, заканчивая состоянием дорог, общественной безопасности, здравоохранения. И что удивительно, то есть эта проблема, если, например, где-то 7-8 лет она была в конце списка, то есть она не так тревожила, то сейчас наряду с медициной она вышла на второе место. То есть это людей очень волнует, люди очень переживают. А если посмотреть уже несколько поглубже, то есть ЖКХ и экология, то есть они вот прямо доминируют. То есть уже получается, что наше население, наши люди очень настойчиво просят, чтобы правительство больше обращало внимание этой задачи. Я сам живу недалеко, поэтому для меня, то есть надо понимать, что если мы хотим и дальше успешно развиваться, если мы не построим такое предприятие, это, ну, другого пути нет. Самая большая проблема, вот чем мы и занимаемся сейчас по поручению руководства, это вопрос инклюзии. То есть что такое инклюзия? Это взаимодействие с населением. То есть когда многие проекты идут сверху, у населения складывается впечатление, что, скажем, решение как-то не совсем корреспондирует с теми идеями, чаяниями. И их очень тревожит, что вот даже любое благое намерение в этом случае они расценивают в каком-то негативном ключе. И больше тревожит не сам завод, а то, что возможные последствия, и то, что на этой территории сконцентрировано и так много, ну, вот, скажем, нефтехимических, нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому, ну, скажем, есть риск некоторой, ну, скажем, осложнений ситуации. Причем ведь, да, очень важно общественный контроль. Вы видите, как там целый там палаточный городок возник, люди пытаются вот донести свою позицию. И, но специфика вот и состоит в том, что, к сожалению, только постфакту можно уловить какие-то вещи. И привели пример на пресс-конференции с Японией, да, но там и культура производства несколько иная. И поэтому мне кажется, что вот если будет налажена инклюзия и необходимый общественный диалог, и наша общественность будет не только там мониторить, ну, скажем, ПДК, превышение предельных – это норм концентрации, а там ежедневно участвовать и смотреть, и мониторить работу своего самого завода, большинство вот, ну, скажем, этих тревог, которые есть, их можно в этом случае снять. Я вижу, что у вас результаты исследований. Вот как раз слово тоже вижу «мусор». Это вот, поясните, пожалуйста, что это такое? Мусор, то есть вот я уже сказал, что экология – это у нас на второй проблеме. Дальше у нас идет все, что касается социальной защиты, того, что жилищно-коммунальное хозяйство и работа жилищного коммунального хозяйства, она тоже всегда где-то на четвертой, пятой, ну, никогда не спускалась, это ниже позиции. И вот если идти несколько глубже, то есть что людей тревожит в области ЖКХ, то одно из самых, то есть что удивительно, вопросы, связанные мусором, они на предпоследнем месте рядом с освещенностью подъездов, дворов и улиц, где вот, ну, оценки достаточно неплохие. И люди отмечают, что в последнее время заметно улучшение, то есть проблема не решена, но некоторые улучшения наблюдаются. А вот более актуальными наши татарстанцы видят все, что связано с работой лифтов, состоянием придомовых участков. И вот не случайно же в своем послании Руслан Нургалевич это сказал, что да, сейчас, кроме благоустройства центральных магистралей, то есть дворы и дворовое хозяйство, будет основным приоритетом, и выделяются серьезные ресурсы. И уборка, и отопление, то есть водоснабжение, вот эти задачи, скажем, они всегда в топ проблем, связанных с ЖКХ. Благодарю. Мы вернемся вновь к прошедшему вчера как раз прошедшей пресс-конференции Владимира Путина. Дело в том, что журналисты одни присутствовали, понятно, там, другие перелинули к экранам, все каналы связи, коммуникации транслировали эту пресс-конференцию. В Казани состоялся даже большой коллективный просмотр этой встречи Путина с журналистами. И, в частности, ответы Путина на актуальные вопросы слушали татарстанские чиновники, депутаты, активисты и присутствующие сошлись во мнении, что каждый ответ президента, по сути, прямое указание к действию. Давайте послушаем интервью. После такого рода пресс-конференции проводится очень мощный анализ всех вопросов, в том числе общероссийский народный хрон проводит такой анализ, и по регионам рассылаются те проблемные моменты, которые были озвучены. Ну, действительно ли так получается, что все, что было сказано, по сути, воспринимается, некоторые даже говорили, что в ходе такого выступления принимаются кадровые решения? Да, я хочу сказать, что, вы знаете, сейчас вот с 2000 года выстраивается вертикаль, и поэтому все, что связано с эффективностью централизации госуправления, и не случайно, вот представьте, что первое лицо потратило столько времени именно для того, чтобы расставить приоритеты, обратить внимание, и, я повторюсь, изменить работу, в первую очередь, регионов и территорий. Я хотела бы, неоднократно уже говорили о том, что действительно, очень много вопросов, более 70 было задано по разным темам. Мы, в свою очередь, у своих зрителей спросили, о чем бы вы спросили президента Российской Федерации. Давайте посмотрим на результаты. Итак, о зарплатах 53,5% наших телезрителей спросили бы, о личной жизни почти 3%, о пенсиях почти 20%, далее о здравоохранении, образовании 13% и о спорте 3,5%. Как бы вы прокомментировали вот такой интересный расклад? Нет, ну, вполне здесь это все логично, потому что уровень доходов – это самый главный компонент качества жизни, он всех касается. Ну и, честно говоря, пенсии – это тоже ведь то, что формирует доходы, поэтому они всегда во главе УА, и поэтому очень важно видеть и понимать, какая политика в этой части. То есть, ну, раз в пенсионной части, скажем, уже все устоялось, и, к сожалению, достаточно твердая позиция, то вот действительно по зарплате почему всех тревожит, потому что период, скажем, достаточно динамичного экономического роста, он сейчас сопровождается с такой достаточно большой устойчивостью. А большая устойчивость экономическая, она ведет к тому, что замедляются и номинальные, и реальные денежные доходы. И когда вот ты уже привык к определенному росту, к определенным ожиданиям, даже вот тот неплохой уровень, который сейчас есть, он уже, ну, как сказать, хочешь это несколько, это больше. По крайней мере, вот наши исследования по Татарстану это показывают. Но что на это влияет, вот на это замедление? Во-первых, внешнеэкономические санкции, тот кризис, который у нас был с 2014 года, когда подскочил доллар, и, соответственно, подорожали все импортные продукты питания. И вот что, почему люди на это больше и больше обращают внимание, потому что уровень сбережения, то есть ту часть денежных доходов и заработной платы, которую они могут откладывать, показывают, ну, скажем, социальную устойчивость и, ну, скажем, оптимальный уровень потребления. Вот, к сожалению, надо констатировать, что растет закредитованность населения, что нас очень это смущает. Она тоже имеет определенный предел. И второй момент, все-таки возможности людей, ну, скажем, в дальнейшем росте своих расходов, они уменьшаются. Поэтому и в дальнейшем сокращение совокупного спроса может еще раз подстегнуть какие-то сложные процессы сначала в сфере торговли, а потом уже в производственной сфере. Поэтому сейчас очень много экономистов и думают, как активизировать спрос. Что же в этой части мешает? Я сразу хочу сказать, вот централизация, она привела к тому, что очень сильно и очень серьезно возрос и начал доминировать государственный сектор и государственное участие в ключевых направлениях экономики. То есть вот сейчас большинство экспертов склоняются, что доля его влияния по ряду направлений более 70%. А там, где вот очень серьезное государственное влияние, это фактически, хочу сказать, это, ну, скажем, не убивает, но подавляет конкуренцию, подавляет малый и средний бизнес. Вот вы же приглашаете, мы все время обсуждаем, что мешает, почему, то есть он на том же самом месте, почему у нас нет этой инициативы. И поэтому, когда малый и средний бизнес, вот, скажем, в таком сопочиненном положении, когда подавляется конкуренция, к сожалению, экономический рост замедляется и, соответственно, вот сложно прогнозировать какие-то хорошие зарплатные ожидания. По поводу роста благосостояния тоже вот выступил президент. Он обратил внимание на небольшое увеличение показателей, которые намечались, как раз-таки отметили, за третий квартал, однако считает это недостаточным. Президент пообещал, что власти продолжат работать над этой проблемой. Давайте послушаем, что он сказал. Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо. Это одна из наших проблем, которые мы, безусловно, должны решать. Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно. Вот к этому нам нужно стремиться, потому что всё другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов, это ни к чему не приведёт, они быстро закончатся, а если конъюнктура на внешних, в том числе нефтяных рынках, изменится, то и источник иссякнет. Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развитие экономики, на этой базе поднимать уровень заработной платы. Уровень заработной платы за прошлый год немножко подрос, немножко растёт и реальные доходы. За третий квартал мы это, очевидно, наблюдаем. Но этого недостаточно, безусловно. И, повторяю, нужно уделить этому больше внимания. У нас очень много вопросов, связанных с самой заработной платой, её образованием, здравоохранением. О здравоохранении я сейчас только что говорил поподробнее, что там, на мой взгляд, нужно сделать в качестве первых шагов. Но будем над этим, безусловно, работать. Марат Рашидович, Вам есть что добавить? Да, я хотел бы сказать, конечно, здесь комментирую Владимира Ильича, это очень сложная задача, но всё-таки производительность труда очень важная вещь. Но производительность труда, она ведёт к тому, что зарплата растёт у одних, а повышение эффективности, повышение интенсивности ведёт и к высвобождению. То есть это полка о двух концах. Поэтому самое главное сейчас для того, чтобы реализовать те высокие задачи, о которых говорил наш президент, стоит в том, чтобы найти новые рынки, новые товары и всё-таки новая инициатива. А это может дать только конкуренция и частный бизнес. Мне кажется, что в ближайшее время всё-таки этот вопрос актуализируется, и это будет неизбежным, если мы хотим придать динамизм экономическому росту и всё-таки реально создать условия для создания новых рабочих мест и для роста заработной платы. По поводу реализации нацпроектов тоже говорили в ходе этой встречи. По вашим данным, по вашим исследованиям, Татарстан на фоне остальных регионов как выделяется? Ну вы знаете, самая главная вещь в Татарстане то, что налажено очень хорошее администрирование. И более того, все ветви власти, они собраны в, ну скажем, в единый кулак, в единый центр. Есть ответственный орган Министерства экономики. И причем здесь работают все вместе. То есть и депутатский корпус имеется в виду, и представительная власть, и исполнительная власть. И, ну скажем так, наш стиль, что, скажем, не только широкое вовлечение, а где-то и понуждение тех, кто отстает, и где-то помощь министерствам, ведомствам и территориям для того, чтобы они активно в этом участвовали. И вот, ну судя вот по тем данным, которые есть у нас, по крайней мере, Татарстан, он входит в топ-5 регионов, которые, ну скажем, претендуют и на достойное представительство в реализации нацпроектов. Благодарю вас. Журналистам татарстанским не удалось задать вопрос, к сожалению, хотя было анонсировано, но, тем не менее, тему про беспилотники, например, подняли, да, которые на КамАЗ... Ну это и хорошо, это означает о том, что все-таки руководитель видит больше проблем в других направлениях и в других территориях, поэтому, на мой взгляд, это очень хороший сигнал. А вот то, что касается беспилотников, то, что они готовились, действительно, то есть всегда лицом Татарстана это было автомобилестроение, и вот КамАЗ от его деятельности, от его самочувствия зависит фактически судьба большого города. И на самом деле проблема, она не такая простая и не такая маленькая, как казалось бы. Почему? То есть вроде бы все компании этим занимаются, не проще ли там найти дешевые, эффективные решения. Дело в том, что это самая инновационная сфера. И вот сейчас беспилотные транспортные средства, технологии, потом машинное обучение, искусственный интеллект, они очень тесно связаны. И поэтому кто выработает лучшее решение, фактически тот и будет определять эту вещь. И более того, это заказ не только машиностроителям, не только автомобилестроителям, но это заказ для очень высокой науки. И поэтому у нас есть совместная лаборатория, поэтому мы проводим совместные исследования, и нам очень приятно констатировать, что есть даже неплохие результаты. У нас молодой перспективный ученый Дмитрий Чекрин этим занимается. И сейчас они даже поставили своеобразный рекорд, что вот для такого класса автомобилей, для большегрузных, более 60 км в час, это очень высокая скорость, достигнута на испытаниях. И работа ведется, и мы очень рассчитываем, что вот те технологии, которые будут разработаны, они будут эффективными не только в области автомобилестроения, машинного зрения, машинного обучения, но также и в других сферах, то есть мы видим, что эти технологии очень успешны в медицине, которые позволяют очень быстро проводить скрининг человека, анализировать результаты, анализы, и, скажем, быстро подсказывать, какие возможные есть проблемы, рекомендации и прочее, прочее. Поэтому я хочу сказать, что вот для нас этот момент очень важен. Благодарю вас. А напомню, это была программа «Главная новость» из студии Леонид Абдуллина и гость в нашей студии Марат Софиуллин, проект РКФУ. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин